Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Посетители встречают администратор, который помогает сориентироваться в выборе нужной услуги и занять электронную очередь, сообщают в Кировском управлении ФНС. По его данным, качество обслуживания граждан под постоянным контролем руководителя управления Светланы Чарушиной и ее замов. Все оперзалы оснащены системами видеонаблюдения. У окон приема стоят микрофоны для записи всех операций по обслуживанию граждан. Сейчас в налоговой хотят продлить на один час время работы по субботам и увеличить число администраторов. При этом там отмечают, что гораздо удобнее и быстрее получать госуслуги через интернет. Пока кировчане жалуются на то, что в налоговой одновременно находится очень большое количество посетителей, администратор не успевает отвечать на вопросы и быстро кончаются бланки. Программа Экономика. Доходы консолидированного областного бюджета выросли на 6%. Они составили в прошлом году 58 миллиардов рублей. По данным МФИНа, рост обеспечен в основном за счет увеличения поступлений налоговых доходов на 3,5% или на 1 миллиард, а также безвозмездных поступлений на 13% на 2 миллиарда рублей. В целом в структуре доходов 35 миллиардов – это налоги, 5 миллиардов – неналоговые поступления, 18 – безвозмездные поступления. 75% налоговых доходов в Кировской области приходится на налог на доходы физических лиц – это 15 миллиардов рублей, налог на прибыль организации – 6,5 миллиардов и на акцизы – почти 5 миллиардов рублей. Экономика. С европейским расторгают договор аренды. Ситуацию с торговым центром пояснила начальник департамента муниципальной собственности Наталья Мамедова накануне на заседании Гордумы. По ее словам, ООО «Торговый дом европейский» в настоящее время находится в стадии банкротства, свои права и обязанности по договору аренды торговый дом передал компании «Эксперт». В ее отношении администрация подала исковое заявление в суд о взыскании арендных платежей, а также о расторжении договора аренды. Здание исключили из программы приватизации муниципального имущества, которую одобрили депутаты на том же заседании. В документе – 126 объектов, ожидаемый доход в 2017 году – 66 миллионов рублей. В завершении о валютах доллар сегодня 56,18, курс евро – 69,93. Ольга Болезина, Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ.